Здравствуйте на телеканале Хабар. Итоговые новости. Добрый вечер. В студии работают Дласа Табалдиев и Вера Негри. В Алматы создается новая индустриальная зона. Она станет основой для дальнейшего развития промышленного производства города на современной инновационной базе. Сегодня с масштабным проектом познакомился глава государством, который находится с рабочей поездкой в Алматы. Индустриальная зона разместится в Алатауском районе города. Планируется, что она включит в себя свыше 70 предприятий – пищевой и легкой промышленности, мебельной, фармацевтической, химической, а также сферы машиностроения. Частные инвестиции составят приблизительно свыше триллиона тенге. За счет же государства потенциальным инвесторам предоставят земельные участки для строительства предприятий, а также подведут все инженерные коммуникации. С созданием индустриальной зоны работу получат 20 тысяч человек. Кроме того, здесь откроют образовательные учреждения, где будут готовить квалифицированных рабочих и техперсонал. Этот проект является ключевым в том плане, что почти 30-40% участников поданных заявок хотят вывести свои производства за территорию города. Ныне действующие наши крупные предприятия, тем самым это мультипликативно скажется на экологической обстановке нашего города. Более ста представителей творческой интеллигенции, известные всеми любимые казахстанские актеры, режиссеры, поэты, писатели и художники, получили сегодня президентские и государственные стипендии за большой вклад в развитие отечественной культуры. С творческими успехами деятелей литературы и искусства поздравил президент страны Нурсултан Назарбаев. Все подробности у нашего корреспондента Артема Истомина. Степендию от главы государства деятелям искусства учредили еще в середине 90-х и присуждается она уже 17-й год подряд. Я это сделал в те годы, потому что развалился Советский Союз. Известные наши люди остались не у дел в общем тяжелом положении. Тогда я организовал этот фонд небюджетный, чтобы как-то поддержать. Может быть это не такая уж большая поддержка, но сама символика, что президентские гранты, стипендии, государственные гранты вы получаете. Думаю, это поддержка лично для вас, для ваших потомков, которые дома, в семье, ну и как статус нашей страны. Только за последние 10 лет расходы государства на культуры выросли в 11 раз. Как подчеркнул президент, за годы независимости в республике появилось 18 новых театров, свыше 220 музеев и более 870 новых библиотек. Беспрецедентным в истории страны стала реализация программы «Культурное наследие». Не может государство жить единым экономикой, политикой, если внутри не бурлит культура. Поэтому первое, что я сделал, перенеся Астану, это был новый театр оперы и балета имени Байсиитова. Последние 10 лет наша культура очень высоко поднимается и особенно последние 2-3 года на профессиональное искусство очень большое внимание уделяется. Наше государство, наш президент уделяет внимание, в первую очередь, деятелям культуры, выделяя ежегодно не только какие-то награды, премии, но своим вниманием, тем, что он собирает нас на такие собрания, обсуждения. Я, например, артист балета и для меня это очень важно. С 2000 года государственная стипендия присуждается и молодым дарованием, с именами которых связано будущее отечественного искусства. Причем возможности для творческой реализации молодежи сегодня не с честь. Взять хотя бы кинематограф. Такого подъема казахского кино, когда в течение одного года снимается 9 полнометражных художественных фильмов, ну, мне кажется, не было за всю историю существования. Сегодняшняя жизнь, 20-летие нашего развития, все эти годы дают такой богатый материал для создания фильмов. И драма есть, и любовь есть, и борьба есть, и все что угодно. То есть вокруг этого надо поработать и при этом не считать, что молодые, так сказать, с неба свалились они самые лучшие, а именно питаться то наследие, которое создано старшим поколением. 15 января в Казахстане пройдут выборы в Нижнюю Палату Парламента. И именно представители творческой интеллигенции, как никто другой, должны понимать важность своего участия в них. На встрече с деятелями искусства глава государства подчеркнул, что сегодня в стране созданы все условия для проведения открытых, честных и прозрачных выборов. В условиях глобальной нестабильности, которые мы видим, и вся Европа колышется, да и Америка, и Восток, и Юг. Все предрекают новые кризисы экономические. И это не без основания, потому что предпосылки здесь очень сильные. Поэтому вот как раз в такой нестабильной ситуации, турбулентности в мире нам надо сохранить единство. Единство. Этому способствуют выборы. Я уверен, что народ Казахстана выберет стабильность, толерантность в нашей стране, спокойное развитие, межнациональное согласие. Беречь и укреплять национальное единство – задача, которая сегодня стоит и перед творческой интеллигенцией. За годы независимости стране удалось достичь небывалых успехов. Однако всего этого могло и не быть, если бы казахстанцы не оставались сплоченными. Об этом знает старшее поколение. Важно, чтобы об этом помнила и молодежь. Все это сделано благодаря спокойствию, стабильности, обеспечению равенства всех народов и наций, дружбы, толерантности, доверия всех казахстанцев друг к другу. Они чувствуют себя живущими на исконной своей родине. Вместе строят Казахстан. Это самое главное наше достижение. С тех пор, как наша страна стала независимой, людям искусства оказывается огромная поддержка. Это внимание оказывается как молодым талантом и дарованием, так и тем, кто в искусстве уже много лет. Создаются все условия для того, чтобы мы могли творить. У нас два оперных театра и в Алма-Ате, и в Астане. Это тоже много значит. И еще вот наши, там некоторые уже вышли за рубеж. Там выступают, показывают себе. Уже они оттуда там лауреатами вернутся. Это тоже культура наша расширается. Это видно все. Поэтому я желаю нашему президенту здоровья, долгой жизни, чтобы он воплотил все свои мечты, которые мечтал, в жизнь для народа, для нас. В завершении встречи президент пожелал деятелям отечественной литературы и искусства больших успехов и новых творческих побед. Традиционное фото на память и песня, которая и строить, и жить помогает. И пойду, хоть в тебе обо мной. Браво! Артен Устомин, Назият Уякова, Едель Еремикбаев, Бахтебай Шаханов и Кайрат Макожанов. Хабар, Алматы. Фонд национального благосостояния Самрук Казына пересмотрит принципы корпоративного управления о своих компаниях. Отныне фонд сможет самостоятельно принимать решения по текущим вопросам, а вмешательство госорганов в его деятельность будет ограничено. Сегодня депутаты Сената приняли закон о фонде национального благосостояния. Основная цель – расширить управленческие полномочия Самрук Казыны в посткризисный период, когда нужны самостоятельность, гибкость и оперативность. Также сегодня Верхняя Палата Парламента приняла закон о специальных государственных органах. Введено обязательное проведение психофизиологического освидетельствования и тестирования на детекторы лжи лиц, поступающих на службу охраны президентов, КМБ и органы разведки. Кроме того, определяются статусы и основные задачи специальных государственных органов, а также вопросы материального обеспечения и социальной защиты сотрудников спецслужб. Жители Женаузена смогут реализовать свое конституционное право избирать и быть избранными. 15 января они будут участвовать в выборах депутатов Мажелиса и Маслихатов. Сегодня Конституционный совет при голосовании не смог преодолеть возражения президента. Напомню, днем ранее глава государства наложил вето на решение Конституционного совета о невозможности проведения выборов в городе Женаузен Мангустаусской области в связи с действующим там чрезвычайным положением. В результате рассмотрения возражения президента Республики Казахстан дополнительное постановление Конституционного совета от 6 января 2012 года номер 1 не получило предусмотренного пунктом 4 статьи 73 Конституции Республики Казахстан количество голосов необходимого для преодоления данного возражения. Дополнительное постановление Конституционного совета от 6 января 2012 года номер 1 считается непринятым. Все вы были свидетелями, что Конституционный совет не смог преодолеть вето президента. Его постановление о толковании считается непринятым, поэтому на основании этого Центральная избирательная комиссия принятит свое постановление о том, что выборы в Жан-Озене не проводятся и 15 января выборы будут проведены согласно графику Жан-Озене тоже. Президент хочет, чтобы жители Жан-Озене приняли участие в выборах, поэтому и наложил вето на постановление Конституционного совета о непроведении выборов в этом нефтяном городе. Об этом сегодня заявил советник главы государства по политическим вопросам Ирмухамед Иртезбаев в интервью российскому информационному телеканалу «Россия-24». Вчера глава государства наложил вето, он считает очень важным, чтобы выборы в Жан-Озене прошли, потому что меры, которые он принял для жителей Жан-Озене, для рабочих, он, кстати, глава государства открыто сказал, что во многих вопросах рабочие были правы, и это на самом деле естественно, потому что наш президент, может быть, единственный из президентов в СНГ, а может и в мире, который 10 лет у доменной печи работал, он знает, что такое физически тяжелый труд, и его отношение к рабочему классу и вот к этому конфликту, естественно, я имею в виду его реакцию, и поэтому глава государства, наверное, я так полагаю, очень хотел бы, чтобы жители Жан-Озене приняли тоже участие в голосовании. Президент, наложив вето на постановление Конституционного совета о непроведении выборов в Жан-Озене, проявил политическое мужество, считает председатель объединения юристы за справедливые выборы, даулет Байдидинов. Надо сказать, что президент, принимая такое решение, исходит из вполне реалий нашего общества. И я считаю, что граждане города Жан-Озене имеют право участвовать в выборах. Более того, я смотрю, что президент проявляет мужество политика, потому что независимо от того, какие будут результаты выборов в городе Жан-Озене, президент идет на это. Он хочет знать ясную полную картину. Конституционный совет не стал вносить возражения на решение президента, хотя имел на это право, хотя законно Конституционный совет поступил в соответствии с законодательством. В самом Жан-Озене новость о том, что выборы в их городе все-таки состоятся, распространилась быстро. Горожане восприняли ее очень позитивно. В Жан-Озене 28 избирательных участков, при населении 120 тысяч человек. Здесь зарегистрировано свыше 50 тысяч избирателей. Я хочу голосовать. Вы пойдете? Да, конечно, пойдем. Мы же тоже люди же здесь. Конечно, у нас тоже есть право же. Да? Есть, вот. Нужны выборы у нас? Наверное, надо, нужно. Почему? Ну, депутата надо масляхата выбирать. Да. Ну, если можно, мы поедем. Выборы проходят по всей стране, и жители Жан-Озена тоже должны отдавать свои голоса. Поэтому, я думаю, решение не отменять у нас выборы оказалось верным. Я обязательно пойду на выборы. За кого я проголосую, это уже мое личное дело. Но лишать меня права голосовать было бы неверно. Поэтому я поддерживаю решение президента. Избирком Алматы заявила о своей готовности к выборам. На всех избирательных участках подготовлены места для голосования. Собраны в списке избирателей, завезено необходимое оборудование. Отпечатаны агитационные материалы, работают телефоны и интернет. В этом лично убедился наш алматинский корреспондент Дмитрий Кривицкий. В целом, по Алматы работает почти 500 избирательных участков. По уточненным спискам избирателей, право голоса имеют около миллиона горожан. А это более 10% от числа всех избирателей Казахстана. Каждый житель Алматы получил персональное приглашение для участия в выборах. Все сотрудники избиркома прошли обучение. Доверенные лица от кандидатов в депутаты уже зарегистрировались. Аккредитацию получили местные и иностранные наблюдатели. В избиркоме отмечают, что по сравнению с прошлыми депутатскими выборами, в этот раз число баллотирующихся намного больше. Изъявили желание 202 человека. Такого раньше не было. Если взять 2007 год, эта цифра была 165. Но в этом году и снято очень много. Если на прошлых выборах сгонки было снято, вы понимаете, что такое снято. Было сгонки снято 35 человек, то в этом году уже снято 92 человека. Главная причина налоговая декларация. В избиркоме надеются на высокую явку. На то, что практически каждый горожанин, имеющий право голоса, реализует свое конституционное право избирать. А к тем, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участки, приедут представители комиссии. Любой выбор должен быть праздничным проходить, потому что это воля излияния народа, потому что, извините, пожалуйста, это парламент целый, в маслехаты выбираются люди. То есть мы должны к этому быть очень готовы, и люди должны быть это ощутить. Остается добавить, что на всех избирательных участках будут предприняты усиленные меры безопасности. Голосование начнется 15 декабря в 7 часов утра и завершится в 8 вечера. Предварительные итоги подведут в этот же день. Дмитрий Кривицкий, Влад Шишко, Хабар, Алматы. Предвыборная гонка вышла на финишную прямую. До голосования осталось всего 3 дня. У каждой партии уже сформировался свой электорат, готовый поддержать тех или иных кандидатов. Формы сторонников Нур-Атана прошли сегодня во многих регионах страны. Более 5000 сторонников партии собрались в Алматинском дворце спорта имени Балана Шалака. Поддержать нур-атановских кандидатов в депутаты пришли видны общественные деятели, успешные бизнесмены, активисты, МПО, звезды эстрады, пенсионеры и студенты. Сторонники Нур-Атана уверены, это партия реальных дел, потому что все обещания предыдущей программы были выполнены. Главная цель партии на ближайшие 5 лет – обеспечить каждому казахстанцу достойную жизнь в процветающей стране. И вся предвыборная платформа партии – это четкий план действий для прорыва. В социальной сфере, говорят кандидаты. Впереди выборы, выборы в парламент республики. Для каждой страны, для каждой нации это действительно праздник, который предопределяет судьбу государства и судьбу каждого из нас на ближайшие 5 лет. Поэтому сегодня мы с вами собрались здесь, для того, чтобы еще раз сказать всем нашим соотечественникам, что мы за наш Казахстан, что мы гордимся теми успехами, которые мы добились за 20 лет нашей независимости. Нур-Атан – это партия действий. Нур-Атан – это партия перспективной. Это партия нашей молодости. Нур-Атан – партия юных, сильных, перспективных, интересных людей. Это вы, алматынцы! В Шемкенте сторонники Нур-Атана собрались в легкоатлетическом манеже. Среди главных достижений региона – создание более 14 тысяч новых рабочих мест в промышленной отрасли. Финансирование из бюджета ЮКО через инвестиционный центр «Максимум» получили 2600 проектов. Это плюс еще 3500 человек. В рамках индустриальной карты реализовано 28 проектов. Чистой водой за год обеспечено 70 населенных пунктов, где живут 320 тысяч человек. В 35 населенных пунктах проведен природный газ, отремонтировано более тысячи километров автомобильных дорог. Известно, что Нур-Атан берет под контроль расходование бюджетных средств в регионах и реализацию государственных программ практически во всех сферах. При этом партийцы постоянно отчитываются о своей работе перед населением. Я хочу сказать, что по программе «100 школ, 100 больниц» построены уникальные современные школы. На место старых заброшенных школ строятся новые, возводятся программа детских садов. Малапан сегодня с широкими шагами и дает ощутимые результаты. Уменьшилась очередность у нас, несмотря на демографический рост. 10 кандидатов в депутаты парламента от партии «Патриотов» Казахстана прибыли в Астану. В течение двух дней они проведут встречи с избирателями, пожарными, медиками и индивидуальными предпринимателями. Во время агиткомпании кандидатам удалось объехать все регионы. Краткие итоги предвыборной гонки члены партии решили подвезти в столицу. У Триумфальной арки, открытой к 20-летию независимости страны. Это символично, во-первых, символично во всех отношениях. Это новый памятник, построенный в честь 20-летия независимости нашей страны. В принципе, мы здесь не были, и нам очень хотелось посмотреть его. Ну и заодно пройти подаркой. Это символ победы. Мы думаем, что победим на этих выборах. То есть мы пройдем парламент. Сегодня лидеры общенациональной и социал-демократической партии встретились с электоратом в Астане. Они поблагодарили избирателей за поддержку и еще раз напомнили основные положения своей платформы. Активисты ОСДП считают, что для устранения дисбаланса в обществе нужен комплексный подход. Поэтому заявляют, что их программа максимально учитывает интересы практически всех. Ведь в ней значительный блок занимают социальные обещания по улучшению богосостояния казахстанцев. К примеру, кандидаты от ОСДП думают над собственной методикой исчисления прожиточного минимума, на основе которых партийцы намерены предоставить свои расчеты зарплаты и социальных пособий. Еще один пункт предвыборной программы – перераспределение налоговой нагрузки. Выступили перед избирателями и кандидаты в депутаты от ОСДП. Они рассказали о том, как проходит подготовка к выборам в регионах и о планах на оставшиеся дни предвыборной гонки. Мы практически объехали всю страну, во всех областях побыли. Мы свое видение развития страны попытались объяснить людям, предложить конкретное наше видение решения этих вопросов. Я скажу, что везде мы находили полное понимание. Как улучшить качество подготовки медицинских кадров и привлечь молодых врачей в село и аулы? Эти вопросы на встрече с избирателями в Астане обсуждал кандидат в депутаты парламента от Коммунистической народной партии Казахстана. Говорить на одном языке с сотрудниками столичной больницы Жанату Молдашеву было легко. Он преподаватель Акцюбинского медицинского института. И не понаслышке знает все тонкости профессии. По тем вопросам, которые задавали, по тем эмоциям, которые я видел на лицах присутствующих, я думаю, ну, по крайней мере, если не 100%, но процентов 60, я думаю, меня поняли. А в Астубе партийные активисты раздавали горожанам плакаты, буклеты, календари с символикой коммунистов, листовки с предвыборной программой. 15 января за ходом голосования и подсчетом бюллетеней на избирательных участках будут следить около 70 представителей партии. Кукшетау партийцы отпраздновали Международный день «Спасибо». Отмечается и такой праздник. И провели очередную встречу с избирателями в районе. Кандидат депутата Акмолинского Маслихата Людмила Богапова в случае победы на выборах намерена заняться решением социальных вопросов. Озеленение детских площадок, обеспечение жильем учителей. Предвыборная кампания подходит к концу. Все партии, претендующие на места в парламенте, мобилизовали свои ресурсы. Встречи с избирателями идут в разных регионах страны. Сегодня в Алматы представители партии АУЛ рассказали об основных направлениях своей платформы преподавателям Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Партийцы отметили, что Казахстан, по их мнению, будучи аграрной страной, мог бы более интенсивно развивать сельскохозяйственное производство. Но для этого необходимы соответствующие законы. В частности, нужен закон о личном подсобном хозяйстве. Агропромышленный комплекс не может полноценно развиваться, пока свыше 80% всего скота находится в подворьях. Поэтому нужно создавать условия для развития отечественных сельхозпроизводителей и заниматься укропнением мелких хозяйств, чтобы они могли конкурировать на рынке, считают активисты партии АУЛ. В Алматинской области активисты социал-демократической партии АУЛ провели встречу с жителями села Мамбет. Там партийцы рассказали, что Казахстану необходима эффективная государственная политика по датированию, льготному кредитованию и налогообложению казахстанского сельхозпроизводства. Стране также нужны программы, обеспечивающие повышение уровня жизни населения и полную трудовую занятость сельчан. В Мажелес парламента партия АУЛ выдвинула 18 кандидатов, в их числе ученые аграрии, руководители крупных предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, общественные и политические деятели. Активисты партии отметили, что в последние два созыва в составе Мажелеса не было ни одного представителя АУЛа. Мы идем в парламент, чтобы решить проблемы села и чтобы голос сельских жителей был услышан. В наших планах стать своеобразным мостом между властью и АУЛом. Вот тогда наша работа будет эффективнее. В Атраусской области активно проводит свою предвыборную работу демократическая партия АДЛЕТ. О том, что было сделано за месяц предвыборной агитации, активисты партии рассказали на специальной пресс-конференции. Партии сообщили журналистам, что встречаясь с людьми, не только разъясняют платформу, с которой идут на выборы, но и проводят опросы и интересуются мнением избирателей по широкому кругу проблем. По их словам, Атраусцы с интересом отнеслись ко многим инициативам демократической партии АДЛЕТ, идущей на выборы под лозунгом «Наша цель – справедливость». Партия в случае победы на выборах будет инициировать введение жесткого контроля над крупными монополиями, приложит максимум усилий, чтобы страна отошла от церевой зависимости, предполагает увеличить расходы на науку, повысить оплату труда ученых, сделать высшее образование бесплатным. Немало инициатив у партии в сфере политики. Мы установим реальное разделение ветвей власти, обеспечим независимость судов, ведем выборность Акимов, ограничим влияние бизнеса на политику, запретив представителям крупного бизнеса занимать государственные посты, ведем эффективное местное самоуправление, при котором люди сами будут решать, что им необходимо в первую очередь для нормальной жизни. В Костанае состояло заседание круглого стола, организованное Ассамблеей народа Казахстана. Участники обсудили роль АНК и региональных ассамблей в реализации задач индустриально-инновационного развития страны, а также рассказали о предвыборных программах своих кандидатов в депутаты мажориста парламента. Девять кандидатов на депутатские кресла уже отобраны. Это сделал совет, который возглавляет президент Казахстана Нурсултан Азарбаев. Участники круглого стола уверены, представители Ассамблеи в парламенте республики будут продолжать отстаивать интересы этнокультурных центров, поддерживать диаспоры, открывать воскресные школы по изучению языков и культуры всех народов страны. Еще одна важная задача, которую поставил президент на последней сессии, участвовать в развитии государственных программ. Мы должны работать и представлять весь многонациональный народ Казахстана, защищая, поддерживая и решая все те вопросы, которые возникают, в том числе и социальные. Но главная наша задача, это, конечно, работать на дальнейшее развитие той государственной национальной политики, которая позволила нам за 20 лет существования независимости нашего государства достичь вот тех результатов, которыми мы все видим и которыми гордимся. Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами сегодня провела специальный тренинг, на котором обыграла все возможные ситуации, с которыми приходится сталкиваться на избирательных участках в день выборов. Детально были рассмотрены четыре наиболее часто встречающиеся нарушения. Когда избирателя нет в списке, хотя он проживает в данном участке, когда человек не имеет возможности заполнить бюллетень, например, из-за плохого зрения, когда в кабинку для голосования заходят сразу два человека и голосование вне помещения избирательного участка. Модераторы также разъяснили процедуры открытия избирательного участка и заполнения протоколов, начала голосования и подсчета голосов. Как пояснили модераторы, формат деловой игры позволил закрепить главные принципы электорального процесса – честность, справедливость и транспарентность. По завершению тренинга был презентован веб-сайт www.cloud.kz и специальная программа по подготовке волонтеров-наблюдателей в режиме онлайн. Не все знают о своих правах, не все знакомы со своими обязанностями, поэтому мы, как общественная комиссия, предложили всем партиям принять участие и задать все вопросы, касающиеся этого процесса, потому что после избирательных кампаний, как правило, бывает очень много недовольств, очень много бывает судебных исков, очень много бывает и слухов, поэтому мы хотели бы, чтобы сегодня все четко знали свою роль, где должны находиться избиратели, как должны сидеть наблюдатели, как подсчитываются голоса. Высшие учебные заведения Казахстана должны более активно заниматься научной работой, университеты, которые не отвечают лицензионным и квалификационным требованиям, Минобразование будут закрывать. Об этом заявил министр образования и науки Республики Казахстан Бакаджан Жумагулов на встрече с профессорско-преподавательским составом Каспийского госуниверситета технологий и инжиниринга ВАКТАУ. Бакаджан Жумагулов подробно остановился на проблемах системы высшего образования в стране. По его словам, министерствам уже подготовлены документы на закрытие 12 университетов, которые не дают качественного образования. Мир стремительно развивается и меняется. Сегодня невозможно учить детей по учебникам прошлого века. Звание университета обязывает вести активную научную деятельность, сказал министр. Новые наработки и проекты, инициированные университетами, необходимо тут же использовать в образовательном процессе. На встрече с работниками системы образования Мангастауровской области Бакаджан Жумагулов отметил, что сегодня, кроме качества образования, учебным заведениям необходимо усилить воспитательную работу с подрастающим поколением. Нужно вплотную заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Понимание того, что делается главой государства, колоссальные усилия, чтобы Казахстан сегодня вошел в число развитых стран мира. И в этом плане все практически на всех встречах говорили о том, что мы поддерживаем ту стратегию, которая глава государства есть, и будем работать над тем, и усилить необходимо вопросы патриотического воспитания нашей молодежи. Именно понимание своей роли в развитии нашей страны. В Усть-Каменогорске начал работать новый пункт полиции в пригородном поселке Сограм. Помощь в его ремонте и комплектации рукотехникой в рамках программы социально ориентированного бизнеса оказал титаном магниевый комбинат. Как сказали менталлурги, они просто выполнили один из наказов местных жителей. В перспективе в поселке появится новый медицинский центр на 200 человек и цех по производству титановых слябов. Рассказывает Дмитрий Крюкович. Слушаю оперативную телевизору, Капубеков. Адрес скажите. С инициативой возродить пункт полиции обратились сами местные жители. От Усть-Каменогорска до поселка Согра около часа езды. Поэтому ни о какой оперативности расследования преступлений говорить не приходилось. К тому же в этой весьма растянутой 80-километровой пригородной зоне проживает более 40 тысяч человек. В связи с созданием этого отделения полиции будет меньше претензий населения, так как это очень удаленный район. Пока наша оперативная группа приезжала, многие вопросы мы не успевали фиксировать. Титаномагниевый комбинат помог не только с ремонтом и оборудованием помещения, но и с приобретением служебных автомобилей. 32 сотрудника с завтрашнего дня приступят к исполнению своих обязанностей. Комбинат также готов выделить средства для формирования народных дружин. Похожую форму сотрудничества власти намерены взять на вооружение при создании подобных отделений и в других отдаленных районах Усть-Каменогорска. При открытии таких отделений в районах облакетка и защита привлечь наших спонсоров, то есть предприятия, например, железную дорогу системой и системы АЭС. Я думаю, что это поможет нашему населению для того, чтобы наладить общественный порядок и обеспечить безопасность населения. Социальная политика предприятия и дальше будет нацелена на улучшение условий жизни населения. В этом году «Металлурги» планируют также открыть медицинский центр на 200 человек. Он будет оснащен самым современным оборудованием. Но в конце года здесь появится и новый цех по выпуску титановых слябов. Это позволит трудоустроить на одной из престижных градообразующих предприятий Усть-Каменогорска сразу несколько сот человек. Дмитрий Куркович, Дмитрий Пыхтин, Хабар, из Усть-Каменогорска. Выставка о выставках. В Астане впервые открылась странствующая экспозиция «Экспокс-Экспос». Здесь представлено собрание редких экспонатов от 19 века по сегодняшний день. Эскизы и фотографии из архивов Международного бюро выставок рассказывают об истории и этапах развития «Экспо». Странствующая выставка проделала большой путь, прежде чем попасть в Астану. До этого ее смогли увидеть жители Льежа, Шанхая и Сеула. По словам организаторов для Казахстана, который борется за проведение «Экспо» в 2017 году, это мероприятие имеет особое значение. Странствующая выставка показывает историю проведения выставок во всем мире. Люди могут узнать сами, Казахстан, если у нас будет проведена, выиграем мы эту заявку в 2017 году, узнать о том, какие достижения науки и образования, и искусства, истории, всего, что существует в выставочном процессе. В этом году мы должны участвовать в голосовании за проведение выставки «Экспо» в 2017. Очередной этап ралли «Дакар» казахстанский экипаж, возглавляемый Артуром Ордавичусом, проехал удачно. В классе грузовиков «Астана» заняла четвертое место. Подробнее об этом в спортивном блоке новостей, который подготовила Галина.